Скоро не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение. Однако, как показало время, автор знаменитой фразы из не менее знаменитого фильма «Москва слезам не верит» ошибался, или точнее, погорячился. Доказательств этому масса. К примеру, английская газета «Таймс» или австралийское издание «Дейли Телеграф», несмотря на бурное развитие интернета, теле и радиовещания, до сих пор расходятся огромными тиражами и пользуются большой популярностью. Главное – грамотный подход и правильная политика в отношении своих читателей. Однако, не только в далеком туманном Альбионе такое возможно, и в Брестской области. Нашлись печатные СМИ, тираж которых доказал, что всемирная паутина им не конкурент. Редакторы газет в городе Столин, Недрогичи и Непружанных знают, как не растерять своих подписчиков, а также чем их заинтересовать и привлечь. Завершилась подписная кампания на первые полугодия 2016 года. И сегодня хочется выразить слово благодарности тем редакциям, которые активно поработали в этом направлении, тем редакциям, которые применили новые формы и способы организации подписной кампании, а также объявили конкурсы для наших работников, для наших почтальонов, для отделения почтовой связи, которые на сегодняшний день являются и материальным, и предметным поощрением работы нашего почтальона, нашего начальника отделения почтовой связи и в целом коллектива отделения почтовой связи. Легкие на подъем, вкусные в кавычках статьи, материалы о людях родного города, района или села, а не сухие цифры статистики. Вот что в цене у читателя. Именно такие страницы газет становятся для информационного рупора определяющими в плане повышения рейтинга и тиража и зачитываются, образно говоря, до дыр. Именно это подчеркивал в своем выступлении главный идеолог области Александр Мурашкин, параллельно предлагая еще один рецепт повышения популярности той или иной газеты. Ну ведь можно конкурсы эти проводить, даже прокуратура. Проводите конкурс. Проводите конкурс на лучшее освещение, выписывайте, покажите, сколько таможни, сколько таможенники выписали. Понятно, что там учителей заставляют, учителя выписывают, учительскую, где-то район, где-то какой-то ресурсик. А вот чтобы сами свои, о своих писать, ну будем работать. Надо где-то, наверное, быть, такое слово, не очень креативными, надо быть современными, надо искать. Активное участие сотрудников редакции в днях подписчика, различные акции, рекламные кампании, креативные конкурсы и игры. Такая разноплановая политика позволяет многим газетам не только сохранить тираж, но и увеличить его. И в этом плане большую информационную поддержку оказывает почта, которая, в свою очередь, также заинтересована в сотрудничестве со СМИ. Делаем материал или сюжет, к примеру, о почтальоне, который ежедневно преодолевает путь в более чем 18 тысяч километров, чтобы доставить письмо, пенсию или корреспонденцию в срок, или о перечне услуг, а также об открытии новых пунктов доставки. СМИ повышает рейтинг работы почты. Кстати, именно о последнем шла речь в одном из сюжетов BookInform, который был отмечен почетным дипломом на подведение итогов конкурса «Лучший материал о почте». Также в число награжденных вошли представители телекомпании «Интекс» города Барановичи. В данном конкурсе я участвую впервые. Вообще, это мой первый год работы именно в сфере телевидения. И скажу, я не ожидала вообще, что будет какое-то награждение, потому что абсолютно штатная работа журналиста, выход сделать сюжет. В принципе, я не люблю сюжеты, которые заставляют журналиста делать что-то, скажем так, не по своей воле, а вот из чувства долга перед предприятиями. Это не мое. Поэтому было особо приятно, что этот сюжет я нашла, можно сказать, сама. Вот. И такая условия, как «Почтовый курьер», именно об этом мой сюжет. Это новая стезя развития нашего. Вот. Ей активно пользуется компания нашего города. Поэтому это было, мне кажется, интересно узнать нашим горожанам. И мне было интересно об этом говорить. Награждены будут все редакции в разных направлениях, в разных номинациях. Но победителями конкурса, республиканского конкурса у нас является сегодня Ивацевическая районная газета. Она заняла третье место в республиканском конкурсе. Для нашей области это очень почетно, это очень достойно, что наряду с такими масштабными проектами республиканских средств массовой информации, наши районные газеты также были достойны. Конкурс «Лучший материал о почте» проводится на базе предприятия уже во второй раз. Если в прошлом году, по словам организаторов, энтузиазм участников был на среднем уровне, то в 2015-м соревновательный дух набрал обороты. А это значит, что конкурс станет доброй традицией и одновременно еще одним мостом, соединяющим почту и представителей масс-медиа. Что, безусловно, важно в условиях жесткой конкуренции на информационном фронте. Продолжение следует...